Здравствуйте, уважаемые зрители телеканала Десна ТВ. С вами Любовь Мишакова. В ближайшие 10 минут о главных событиях города и области. Смотрите в информационном выпуске. Чисто не там, где метут, а там, где не ссорят. Общегородской экологический субботник. Я в армии не служила, но у меня военный билет есть. Я младший лейтенант. Поздравления нашим дорогим ветеранам. Это, пожалуй, одно из важнейших мероприятий, посвященных как раз предстоящему празднованию праздника Дню Победы. Открытие экспозиции «Лица Победы». Спасибо вам всем, что собрались. Мы не забываем этих людей. Митинг у памятника летчикам в Осиновке. На фотографии в газете нечетко изображены бойцы. Еще почти что дети. Герои мировой войны. Литературные чтения о войне. А теперь об этих и других событиях подробнее. Глава Минобороны страны сообщил, что для противодействия наращиванию сил НАТО у границ России будут созданы новые дивизии, в том числе и в Смоленской области. В составе новой мотострелковой дивизии в Ельни будет порядка 10 тысяч человек. При обустройстве мест дислокации планируется использовать передовые строительные решения. Сегодня в Десногорске прошел общегородской экологический субботник. Он завершил традиционный апрельский месячник по уборке города после зимы. Десногорцы славно потрудились везде чисто и опрятно. Наш любимый город готов встречать праздник Великой Победы. Руководил работами по уборке города штаб, который возглавил директор Смоленской АЭС Александр Васильев. Территория города была поделена на 9 секторов. Убирали улицы, дороги, газоны, парковые зоны, набережную, береговую линию в черте города и излюбленное место отдыха – скалодром. Все вместе делаем наш город чище, чтобы люди, гуляющие по тропе здоровья, могли любоваться красотами нашего города, нашего парка чистого, уютного и красивого. Мы каждый свою лепту вносим, чтобы к празднику подойти к городу чистому, красивому. Мы его любим. Я с радостью вышла, честное слово. Хоть и здоровье подводит, но все равно пришлось помочь городу родному, чтобы было чище и лучше. Город должен быть чистый, такой же, как квартира, как подъезд, как вокруг дома. А это наш город, это наш дом. Спасибо, что организовали все это дело. Брёвна мы не таскаем, но мусор по городу надо убрать. К работающим приезжала агитбригада. Коллектив ветеранов станции исполнял знаменитые песни военных лет. Те, которые знают все – катюши, землянки, лоточек. Были трудные места для уборки, где много мусора и битого стекла. Наш отдел убирает территорию яхт-клуба. Очень много стекол, к сожалению. То есть, видимо, наша молодежь еще немножко не научилась отдыхать. Очень бы хотелось, чтобы зоны отдыха нашего города были более чистыми. Мусора много под лавками. Это очень печально, то, что мы не пользуемся мусорками, потому что очень много бычков, семечек. Погода не подвела, и вместе мы сделали наш город чище. Теперь важно этот порядок сохранить. Десногорцы в преддверии Великой Победы посещают ветеранов на дому, чтобы поздравить, вручить подарки и сказать огромное спасибо за мирное небо над головой. Подарки, праздничные открытки и цветы вручали начальник отдела социальной защиты населения Злата Бриллиантова, заместитель председателя городского совета ветеранов Людмила Захарова, заместитель военкома Николай Николаев. Представитель телерадиовещательной компании Десна-ТВ Анатолий Данилов также поздравил уважаемых ветеранов с самым главным праздником нашей страны – Днём Победы. А в качестве подарка по решению руководства кабельного телевидения три месяца все ветераны Великой Отечественной войны, проживающие в Десногорске, будут бесплатно смотреть свои любимые каналы. 5 мая мы побывали у Василия Кирилловича Куликова, Александра Алексеевича Четверикова, Марии Антоновны Моминой и Елены Захаровны Прокопения. Живите долго и счастливо, наши дорогие ветераны! С праздником! С Днём Победы! Акция «Георгиевская ленточка» в этом году проводится уже в одиннадцатый раз. По всей России открылись точки раздачи. Есть они и в Десногорске. Прикрепляя на грудь оранжево-чурные ленты, люди таким образом отдают дань памяти подвигу наших предков. 5 мая активная молодёжь Десногорска на площади Уцесони Трина раздала и прикрепила на грудь ленточки прохожим. В каждой семье война с немецко-фашистскими захватчиками оставила свой след. «Георгиевская лента для меня, значит, как символ памяти о подвигах наших прадедов и дедов. Мой дед был разведчиком и прошёл всю войну». «Знак Георгиевской ленточки – символ Победы». «Для меня эта лента – это память о моих бабушках и дедушках, которые были на войне». «Память о всех героях Великой Отечественной войны будет жить вечно». Георгиевские ленточки раздают в 75 странах мира. А 9 мая георгиевские ленточки повяжут и космонавты на МКС. Специалисты Россельхознадзора запретили ввозить на территорию Смоленской области более 31 тонны свежего салата, который следовал в наш регион из Сербии. На контроле в импортной растительной продукции был выявлен вредитель – цветочный трипс. Принято решение вернуть груз отправителю. В музее первой школы Десногорска подготовлена ещё одна экспозиция, посвящённая ветеранам Великой Отечественной войны. Называется она «Лица Победы». Уже много лет первая школа шефствует над ветеранами Великой Отечественной войны. 5 мая накануне Дня Победы в школе открылась галерея из 20 фотографий ветеранов, которую создала руководитель музея Любовь Карпова. На мероприятие пришли глава администрации города, представители комитета по образованию, учащиеся ветераны и их родственники. Сегодня вот эта галерея героев, по-другому её не назовёшь, это, пожалуй, одно из важнейших мероприятий, посвящённых как раз предстоящему празднованию праздника Дня Победы. Эта галерея создана благодаря слаженной работе всего педагогического коллектива. И, как отметила директор школы Виктория Сенькина, работа ещё не закончена. То, что зависит от нас, то, что зависит от вас всех, мы стараемся с вами делать. Поэтому огромное спасибо, уважаемые ветераны, за победу, которую вы вынесли на своих плечах. Спасибо тем, кого уже нет. И мы будем помнить всегда вас и продолжать дальше нашу работу. Это только начало. Наша галерея будет пополняться. Благодаря педагогам школы память о подвигах этих героев никогда не будет забыта. Музей детского сада «Дюймовочка» занял первое место во всероссийском конкурсе. А воспитатель высшей категории Надежда Байбарина, представившая свою работу музей «Русская изба», награждена дипломом. В нашей стране нет ни одного населённого пункта. Ни одного места был их сражений, где бы не был установлен памятник героям, погибшим в годы Великой Отечественной войны. По всей Смоленщине высятся обелиски тем, кто боролся за победу. Есть такой памятник и в деревне Осиновка, неподалёку от Десногорска. Обелиск был возведён работниками Десногорского ЦЭМа и открыт 4 мая 1985 года. С тех пор у ЦЭМовцев и ветеранов нашего города появилась традиция ежегодно в день открытия этого памятника проводить митинг на могиле погибших лётчиков. Любовь и уважение к своим героям всегда выражены в словах. Никто не забыт, ничто не забыто. Спасибо вам всем, что собрались. Мы не забываем тех людей, из-за которых мы сейчас живём, которые дали нам свободу. В этом году вместе с ветеранами, молодёжью и главой сельского поселения Новое Саркарение могилу лётчиков посетила глава администрации Десногорска. Завершился митинг возложением цветов и венков. У памятного знака «Хлеб нашей памяти» 5 мая состоялись литературные чтения, посвящённые Великой Победе. Поэзия на улицах Десногорска – это традиция. В преддверии 71-й годовщины Победы воспитанники двух творческих коллективов «Гном» и «Книга на сцене» читали стихи и прозу, воспоминания очевидцев, сочинения современных школьников о войне. В программу литературных чтений вошли произведения таких известных авторов, как Твардовский, Исаковский, Друнина и другие. Горожане, которые проходили в это время, мимо останавливались, чтобы послушать ребят. Особенно всех покорил Василий Тёркин в исполнении юного артиста Никиты Кукина. И от той гармошки старой, что осталась сиротой, как-то вдруг теплее стало на дороге фронтовой. От машин за индивилы шёл народ, как на огонь. И кому какое дело, кто играет, чья гармонь. Подобными выступлениями «Гномовцы» и воспитанники театра «Книга на сцене» помогают вспомнить десногорцам и гостям города не только поэтов и знаменитые произведения, но и показывают патриотизм и своё неравнодушие к прошлому. А это дорогого стоит. Сердечно поздравляем земляков с Днём Великой Победы! Будьте здоровы и счастливы! На сегодня это всё. До свидания! Субтитры подогнал «Симон»!